Заключить контракт резервиста предлагают украинцам в генеральном штабе. Вступить на службу в резерв вооруженных сил могут люди, прошедшие отбор, при этом наличие боевого опыта не обязательно. Контракт можно заключить на 3 и 5 лет. Резервисты на передовую призываться не будут, а будут участвовать в сборах со своими подразделениями. Таким бойцам гарантируют соцзащиту, как обычным военнослужащим. При этом большую часть времени они проведут в обычной гражданской жизни. А в случае полномасштабной агрессии первыми встанут на защиту Украины. Что привлекает украинцев в такой службе, Игорь Меделян узнал у действующих резервистов-десантников. Я сейчас нахожусь в пункте постоянной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады. Я хочу заявить, что сегодня я, Гай Мирослав Александрович, подписываю контракт резервиста с 95-й ДШБ. Слава Украине! С 95-й бригадой телепродюсера-режиссера Мирослава Гая в 2014-м связала война. Тогда он вместе с десантниками участвовал в боевых операциях как доброволец. После службы занялся волонтерством. Участник боевых действий при возможной мобилизации одним из первых обязан отправиться на фронт, а подписав контракт резервиста, точно знает, с кем станет защищать страну. 22 часа, и я у себя в расположении. Я знаю, где моя кровать, я знаю, где мое оружие, я знаю, к кому обращаться, знаю полностью территорию. И я прохожу боевое слаживание с бригадой и буду знать, что делать и как действовать. Поступает команда «Огонь», снимается предохранительное, делает выстрел. На территории части учебный день. Бойцы, призванные на сборы оперативного резерва, проходят занятия по совершенно разным дисциплинам и уже скоро отправятся на полигоны. Во время сборов отрабатываются активные мероприятия боевой подготовки, будут проводиться стрельбы, батальонные, ротные, тактические учения, будут совершаться прыжки из летательных аппаратов армейской авиации. Большинство резервистов 95-й бригады служили на Донбассе. Послужной список Дмитрия впечатляет. Участник миротворческих миссий на Балканах во время войны в Украине воевал за Славянск, участвовал в рейде тылами противника, вошедшей в мировую военную историю. Также в дебальцевской операции воевал в районе Авдеевки и других местах. Несмотря на такой опыт, говорит, в стране, где идет война и где каждый день ожидают усиление агрессии российских войск, постоянная подготовка обязательно для всех. Нужно свою военную выучку постоянно поддерживать в форме. И также, поскольку наше войско постепенно развивается, появляется новое вооружение, техника. Нужно все это изучать. В оперативном резерве Вооруженных сил Украины сейчас служит 160 тысяч бойцов. Это люди, которые уволились из состава Вооруженных сил Украины, имеют в основном боевой опыт и способны в сжатые сроки прибыть в бригады и усилить их своим присутствием. И пригодных для военной службы, несмотря на отсутствие боевого опыта, Генштаб готов принять на контракт в резерв. В случае оглашения масштабной мобилизации, эти люди будут иметь преимущество перед остальными, зная свои подразделения, имея за плечами курс подготовки и опыт боевого слаживания. Игорь Меделян, Александр Бугай, Житомир, UATV.